Всем привет мои дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем, вернее я продолжаю свой, как сказать, обзор своих коллекций. И сегодня со мной OldGamer, всем привет ребята! Да, может быть и на моем видео когда-нибудь тоже на моем канале оно появится, но сложно сказать с учетом того, что канал пока временно закрыт. На то, чтобы как-то может быть с мыслями собраться или еще с чем-нибудь. Так вот, собственно, сегодня у нас Хуан, как называет его Денис Хуан. В общем, что у нас тут первое? Это у нас For Honor. Типа, знаете, как медаль за отвагу, только это для отваги или что-то, если так переводить дословно с английского на русский. Я же в нее играл на компьютере, ты ее видел. Это вообще у нас какой, как этот же, типа как, ну, RPG, наверное, да? Нет, тут слышат. Ну, в общем, драчки на мече. Конечно, фокус здесь немножко другой, но ничего страшного. От Ubisoft. Это был. Ну, это классика жанра. 16-го года с самым крутым игроком. Я думаю, те, кто играл в третий дом, тут и поймет, что есть еще вот такой вот, уже более современный вариант, научить и отбояться написано здесь, примечательно. Там еще и Тернл выходит, ой, выше уже, точнее. И вот, у тебя вот тоже, у тебя в стиме она есть. Ну, правда, у тебя не XL. Не XL, просто X. Да, у тебя не XL. Потому что тут получается как расширенная версия. С большим количеством всяких там фаталити, персонажей, комбо. То есть, ну, с Данисом мы в прошлом году играли. Да, мы, кстати, записываем уже в Новый год, поэтому, дорогие друзья, всех с Новым годом. Так сказать, всем вам счастья, здоровья. Самое главное, берегите себя и своих близких. Это очень важно в наше время. Gears of War 4. Ну, это среднечек такой. Все-таки можно поиграть на один раз, но она... О, а тут цена пропалилась. Двосемьсот. А, да, ты ешь. Двосемьсот, кстати, да. Ну, имейте в виду то, что такие игрульки и не дешевые. Конечно, как бы, любая игра на консоли, она стоит довольно дохрена, поэтому... Дороже, чем пока я вас знаю. Ну, так неудивительно, почему так. Просто имейте в виду, если... А вот почему так, ты знаешь, просто... Честно, не сдавался вопросом. Ну, потому что, ну, как бы... Я сначала думал, что они стоят дороже, потому что они в любом случае не будут лагать там все такое... Ну, мне кажется, они такой стопроцентный. Гарантию на Justice. Второй. Я вот помню, когда я первый и дать от ноутбуки записывал 10 вовремя. Харли Квинн тут. Девка Супермен, короче. Какой-то железный хрен непонятно. Тихо, 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 железный хрен, да? Ну, по-другому его никак не назвать. Слушай, я не знаю, не все равно. Ну, вот... Forza Horizon 2, это... Ну, это прям самое графонистое, все графонистое гонок, скажем так. То есть, в принципе... Там кошка ломится. Да ладно, это не так важно. То есть, Forza Horizon, она довольно требовательна вообще сама по себе игра, потому что там очень высокое разрешение графики и, как бы, из-за этого игра может либо лагать, либо, ну, допустим, надо очень хороший комп иметь, чтобы, ну, игралась игра так, как положено. Нет, вторая часть вообще не выходила на ПК. А вот пятая часть, собственно. Это Motorsport. Это уже посерьезнее вещь. Это автосимулятор. Это уже прям... Там уже и требования такие соответствующие. Тут, конечно, не видно этих системных требований, но они тут особо и не нужны. Это уже их приставки. Ну, да. То есть, как же, не ПК, блин, где там постоянно отсидеть за требованиями. Ну, Top Gear, это в свое время еще передатчика такая была. Я не знаю, что она и есть. И Игорь тоже в Академии, кстати. На основе Top Gear, потому что Top Gear, они же там, как, типа, обсуждают машины. О, Plant vs Zombies Garden of Warfare. Я ее купил в свое время за 200 странных рублей, так что... Ну, я только знаком с ней по мобильной версии. Ну, именно не этой версии, а вообще, как бы, растения против зомби. Ну, здесь понятно, что, как бы, все немножко другое. Естественно, контент 12+, то есть, как бы, детям до 12 в это играть однозначно нельзя. Это, ну, в общем, это трехмерно, как бы, такая, с растениями бегать. Ой, Rise and Rima, это... Расцвет. Это God of War только на Xbox, но она вышла и на ПК, я ее играл на канале. О, Рена Гладиаторов. Ну, это, мне кажется, знаешь, это игра, ссылка чем-то на фильм Гладиаторов, если кто смотрел. Там же тоже, как бы, начало показывают где-то Maximus с его армией этих римлян, там, дерется с этими... С племенами, со всеми, если она... Ну, может, примерно то же самое. Нет, там, этот, Марио Стид, главный герой, он там спасает... Вот я посмотрел, я на канале этот, Король Артур, надо бы, наверное, тоже его пройти, пожалуй. Король Артур, он только на PlayStation 2 выходил. Ну, да как ты играл на компьютерах? На эмуляторе, на CSX 2. Ну, так это же эмулятор, эмулятор достать недолго. Ну, Battlefront 2, это классика вообще. Нет, это современный Battlefront 2, 18-го года. Ну, потому что есть Battlefront 2, который старенький, который раньше игрался, там, через Хамачи, через вот эти всякие Танглы, Херанглы, и прочее ерунда. Тангл, кстати, закрылся, к сожалению, слава богу, что мы успели вне урок за него пройти. Стоп, а у вас прохождение сохранилось вообще или нет? Да. Надо будет, блин, поискать его. Потому что у меня-то оно не сохранилось, но у тебя оно сохранилось. Естественно, ну, ты можешь перезалить просто. Ну, вот я тоже, наверное, думаю перезалить, потому что... Пакрай, New Dawn, это... Новый Даун, как Денис его называл в свое время. А ее многие называли Новый Даун, потому что... Ну, это вообще непонятно, что. Это как бы DLC, по сути, считается. В пятой части. В пятой части. Ну, я просто сам в нее не играл, именно в пятую часть, я смотрел видео. Это вот Микки и Лу, вот там эти два этих рейтера. Ну, вообще, какие-то там краски, там еще что-то. Потому что, как по мне... Курили там что-то явно не то. Раскурили. Так, это у нас... О, Quantum Break. Это must have в свое время был. А ссылка вон, какая лунная икона, опять цена. Вот это тоже... Подожди. Ну, буду назвать их такими, как картриджами своеобразными. 1490. А сколько там у нас тут? Кассар 490. Мне кажется, она подешевле мне вышла, потому что... Нет, ну, есть, конечно... Короче, это знаете, как типа Макс Пейн, но это не Макс Пейн. Это нет, это не Макс Пейн. Или, может быть, как 007 Агент, наверное. Нет, это... Это же от тех же разработчиков, что и Макс Пейн, только тут это... Ну, там другое, да. Need for Speed 15-го года. Ну, как... Это... Ну, неплохое, кстати, Фрус Пейн, по сравнению с... По сравнению с тем, где участковых ходили. Нет, ну, конечно, сравнивать, блин, то, что там... Ну, из Underground, там Hot Pursuit, или какие там еще это было... Undercover, господи... Что там только не было. Я, кстати, здесь вот Hot Pursuit Remastered купил за 19 рублей в Origin. Не в Origin, а точнее... Короче, если хотите дешевые игры нормальные, покупайте их в Origin, потому что... Либо в этом в Epic Games, потому что в Steam ни хрена ничего нормального не раздают. Нет, Origin там наоборот, дорогие. Forza Motorsport 6... Ну, это понятно, это как бы вообще вне всяких... Конкуренции, это вообще... Это самая первая игра... Самая первая игра на Xbox One, которую я купил. Вместе с Райсом, кстати, сына Римма. И стоил он тогда 3200 рублей. Просто охренеть-то. Короче, если посчитать, тут, наверное, 1000 на 50, наверное, выйдет. Нет. Forza Motorsport 7. Но вот, кстати, она уже... Это уже самая, наверное, требовательная из всех частей. Самая последняя из Motorsport. 4К, вон, уже разрешение можно использовать. Но это надо прям очень... Хороший, чтобы... У меня, кстати, она тянула на компе. Она на компе тоже выходила. Ну, так она подтянет, но у тебя, мне кажется, всё там будет подфриживать. Tizenfall 2, вот советую вам поиграть. Это вообще... Это... Ну, Данис, ты, по-моему, в неё играл, насколько я знаю. Играл, конечно. Потому что что-то я помню, у тебя было такое. Это классная игрушка, реально. Новая, но классная. Ну, как новая, наверное. Ну, я смотрел тоже несколько видео, как раз, вот, по этой игре. Может быть, там, 18 плюс контент. Ну, естественно. Forza Horizon 3. Так, сейчас сделаем, вот так вот, наверное, отодвинем это всё сюда, чтобы потом можно было... Forza Horizon 3. Это... Ты тоже её видел? Ты охренел от графона, я тогда помню. Так я могу сказать, от всего могу графон такого охренеть. Просто у меня... Я хочу свой комп насиловать подобными играми. У тебя же комп сейчас мощный, кстати, привет. Ну да, ага, Серёга, тебе привет большой, да. Ну, я учту твоё мнение насчёт канала, посмотрим. Может быть, если будут какие-то ещё идеи для дальнейшего что-то такого, посмотрим, там уже видно будет. Ну и вот. Far Cry 5. Собственно, сам 5-й Far Cry с открытым миром, короче. Ну, может сказать, можно его так считать с открытым миром. Это там эти сектанты. Сектанты, короче, куча боссов всяких разных. Нет, не куча, там их 4 штуки. Ну, не один, то есть, имеется, что куча, то есть, несколько бонусов. То есть, которых надо убить, то есть, там, выполняешь задания, естественно, что хотя бы... Очки набираешь и потом... Приближаешься, короче, к этим боссам, там... Killer Instinct. Ну, кстати, я её дешёво в своё время брал. Файтинг, получается. Это файтинг, да, от Microsoft туда ещё выходил. Сражайтесь. Ну, да. Это файтинг. Короче, Mortal Kombat на минималках. Нет, нет, зачем он хороший? Там Rush есть из Battle of Totsu. Far Cry Primal. Ну, это право. Это первобытный Far Cry, это... Самая, наверное, хардкорщина такая. Нет, это не хардкорщина, просто там можно почувствовать себя первобытным. Это свечи зажигать, там, огонь зажигать. Короче, убивай мамонтов с лукоскопией. Ну, короче, почувствуй себя неандертайцем. Ну, может быть, я потом поиграю в этот, если пиратка есть, конечно. Есть Tekken 7. Ой, блин. Ну, да. Я у Дениса смотрел этот Tekken, на самом деле. Я даже, как бы... Ну, есть там интересные моменты, конечно, но некоторые персонажи прям стали прям аниме-аниме, прямо скажем так. Хихачи чего стоит. Ну, да, там уже хихачи, не хихачи, а уже непонятно что. Угу. Ну и последний. Sleeping Dogs Definitive Edition. Это... Ох, какой он увесистый. А ты можешь его достать, кстати, если хочешь. Тут артбук есть. Этот. Только потом надо будет его засунуть. Смотрите, да, сейчас небольшой такой анбоксинг сделаем. Ай, господи. Давай, возьми. Здесь у нас артбук вот такой. Видно картинки. Ой, кот спалил. Ну, потому что у тебя, наверное, не действует же. Наверное, уже. Вот здесь сама игра у нас. Рекламка Тифф, DLC и кот. Тифф, да, воришка, короче, она называется. Да, воришка. И вот такой тут артбук у нас вот. Красивый. Ну, такой интересный, по крайней мере, потому что... Ты видишь? Вижу, да. Я же снимаю и смотрю. Вот тут с персонажами. Вообще, те, кто любит эту игру, обязательно должны вот такую ее занятие приобрести. Ну, вот у меня, я забыла уже, какая у меня игра-то была с артбуком. Подожди, ты уже праздник. Да, я уже просто забыл, что я покупал тогда. А, Call of Duty я какую-то покупал. Ну, там, да. Black Ops, что ли, я тогда брал, там артбук был. Вот такой вот артбук. Потому что у меня было друг коллекционер. И вот тут в конце игра сама находится. Ну, короче, артбук на себя забирает немного вес. Вот. Засунем. Так, ну, я думаю, мы это уже сделаем за кадром. Вот такая, в целом, коллекция получилась. Небольшая, но она будет пополняться. Просто сейчас игры довольно-таки дорогие для него. Ну, конечно, как бы удивляться-то нечему. Поэтому, возможно, будут еще какие-то коллекции. Если вам будет интересна данная тема, обязательно подписывайтесь. Ну, я думаю, те кто-то... Комментируйте, да. Да. Поэтому, ребята, еще вас всем с Новым Годом. До скорой встречи и пока-пока. Пока-пока.